Всем привет! Я вот полтора года уже нахожусь в тюрьме. До сих пор суд так и не начался. Дело опять началось с самого начала. Собственно, прокуратура и служба безопасности как может затягивать дело. Естественно, им неудобно довести дело до логического завершения, чтобы я получил оправдательный приговор и чтобы меня уже отпустили. Поэтому всячески начинается суд сначала. Сначала я в одном был в суде, потом во втором, теперь уже в третьем. Судьи, как крысы, бегут с тонущего корабля от этого дела. И мне еще не остается, как просто сидеть и ждать, пока судебная репрессивная машина закончит какие-то свои процессуальные действия, которые, как известно, у нас очень длинные и которые можно всевозможным затягивать образом. Самое забавное, так это, что в прошлом в суде у нас даже раз в шесть ломался автозак. И нас, по сути, возят только на продление санкций, а по сути дела не рассматривают. Ну и понятное дело, что это такая себе месть за мою правозащитную журналистскую деятельность, потому что те проекты, которые я вел, это медиа-иллюстрация, когда мы разбирали нарушения журналистских стандартов, когда мы показывали людям, каким образом им врут, каким образом разжигают межнациональную рознь. Понятное дело, что когда мы таким образом показывали людям, как наши СМИ им врут, это было невыгодно. И таким образом, собственно, в назидание всем журналистам, я нахожусь сейчас здесь, как говорится, в назидание всем, потому что если как только вот кто-то будет разоблачать средства массовой информации, показывать, как они врут гражданам Украины, естественно, будет с ними то же самое, что и с собой. Это основная цель для сегодняшнего сутилища, и, собственно, основная причина, почему я до сих пор нахожусь в тюрьме, несмотря на то, что вот прошло полтора года, а ВОС и ныне там, то есть дело даже не начало рассматриваться. Это первое подготовительное заседание. Прогноз? Три прогноз? Ну, в любом случае, пока СБУ города Киева не позвонят в этот суд и не дадут команду, чтобы меня выпустили, я буду здесь сидеть, я это понимаю прекрасно. Я понимаю прекрасно, что, к сожалению, мы живем не по законам, а по указаниям сверху, поэтому за мои 40-50 судов, я уже сбился со счета, я уже понял, что страна живет давно по указаниям сверху, как позвонят, так и будет, потому что мы уже несколько раз видели такую картину, вернее, много раз, когда, как только нас по закону должны были отпустить, прибегала сразу половина житомирского отделения СБУ, и, собственно, нас опять в нарушение закона, продлевали санкции, нас опять оставляли под стражей, поэтому я не питаю иллюзий по поводу того, что сегодня меня отпустят. Я понимаю, что репрессии есть репрессии, что если уже так решили сверху в Киеве продолжать эти репрессии против журналистов, против свободы слова, когда они взяли курс на запугивание, когда они взяли вектор на то, чтобы как можно сильнее заткнуть рот всем людям, которые могут что-то сказать конструктивное против действующей власти и действующего режима и каким-то образом критиковать их с последствиями. Каким образом получается, что, к сожалению, пока они не решат прекратить эти репрессии, я буду сидеть здесь. Давай, держись. Мы все время встанавливаемся. Продолжение следует...